теперь про проект ремиксов я не знаю слышали или нет последний студийный альбом центра называется прошлого нет будущего там с бурлаками на волге такая как как называется жаба из картин репина модернизирована и альбом я когда его записывал значит он практически вот по своей сути он электронный там одна электроника используя там немножко гитарой но и сезон живой голос а так все это электронно и там одна песня есть на этом альбоме который называет семянных поколений и там первая строчка звучит так 60 часов рабочей недели не для стариков и и канители такая строчка я написал как бы ну что ли такая моя реакция на то что я вот работал у разных там университетов лос-анджерс преподаватель мультимедии и шли разговоры и преподавателям предлагалось работать больше за ту же зарплату да по весь по американскому законодательству если и преподаватель ты не можешь быть больше какого-то количества часов вот в аудитории то есть лекции читать тогда это был 25 часов недели он и плазмором называется на выход из речей ну как ты стоишь ну как я сейчас стою и вот это не больше 25 часов в неделю вот а потом это стало 30 часов в неделю а зарплата осталась та же самая вот потому что эти 30 часов эти пять часов они были убраны и из времени на подготовку то есть именно если кто из вас когда работают работ преподавателем преподавателя есть время посредством в аудитории преподает читает лекцию или вторая часть работы это как происходит лабораторные занятия когда студенты на счет на практике так называем то что они услышали во время лекции а также управлять существует по часы когда он занимается или подготовкой к лекции или проверяет студенческие работы с студентами встречается так вот они количество часов на подготовку сократили и перенесли туда начиная лекция а зарплата остается то же самое вот и я думаю что не за горами то время это было начало 2008 года что 60 часов будет совершенно нормально потому к этому шло и тут у нас заговорили олигархи их подпевала что надо больше чтобы люди работали 60 там 80 часов они говорят одно что будет та же зарплата вот они это никогда не говорили вот те люди которые сейчас думают о чем я думаю сеть пойду-ка я еще там часов 20 поработаю ты поработаешь что-то больше не получишь вот это как-то не озвучивается вот и когда я думал как назвать этот конкурс ремиксов а меня всегда спрашивали будет ли ремиксы вот этот альбам потому что он электронный и всякие ремиксы и диджеи и просто любители делать ремиксы на электронную музыку лоббировали вот эту идею сделать альбом ремиксы тем более в прошлом году я делал альбом ремиксы первого выпуска содержания и он как так имел очень хорошие отклики а вот он даже нравился больше чем сам этот альбом потому что он стал такой больше широкодоступный и будет такой как бы мейнстрим потому что можно меньше текста там в некоторых песнях вообще текста не осталось они такие вздухи остались и так далее вот и на том же портале круги ну знаете да такой есть сайт круги вот мы решили провести в течение этого лета такой конкурс ремиксов который называется 60 часов рабочей недели еще пошутил что чтобы сделать один хороший ремикс на мою песню как минимум 60 часов потратить и сейчас он идет как смотрят там уже стали появляться первые первые ласточки из несколько песен а послушал что значит интересно ну а что в течение лета и наверно где-нибудь в осени посмотрим чего там набралось и я послушаю и вполне возможно что из этих ремиксов можно сделать как как релиз альбом сделать как вы сделать или просто как сетевой релиз на этих же кругах или все-таки еще сделать как бы но на компакт диске такой чтобы имел такой материальную воплощение это мы посмотрим по крайней мере вот он начался если вы интересуетесь ремиксами если у вас есть какие-то софты компьютеры пожалуйста всем по трековые файлы файлы там лежат вот каждую песню разбил на файлов на на 8 на 9 голос барабан и послушать все основные или элементы все не засинфрованы пожалуйста можете попробовать себя в качестве ремиксера